Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились минувшие семь дней, расскажем в кратком обзоре новостей. Поздравление, благодарность за успешную организацию проведения главного праздника курорта – открытие сезона. Планы на новую неделю, День медицинского работника, День России должны пройти на таком же высоком уровне. На достигнутом не останавливаться и продолжить работу в городе. Порядок должен быть в системе работы, все службы и во внешнем виде города. На планировом совещании в понедельник Маранапа Сергей Сергеев призвал начальников руководить мудро. Маранапа Сергей Сергеев проверил, как проходит ремонт социальных объектов Станицы Благовещенской, и как курортная станица подготовилась к приему отдыхающих. Школы, детские садики, новая стройка. В Станице Благовещенской к 1 сентября будет обновленный стадион. В начале июня из-за ливневой дожди несколько домов по улице Северной подтопило. Местами вода поднялась до 80 сантиметров. Несмотря на оперативную работу спасателей и службы ЖКХ, имущество анапчан пришло в негодность. А стены в некоторых домах до сих пор сырые. Мы побывали в гостях у одного из подтопленцев. Анапчане и гости курорта заметили. На центральных улицах города установили новые информационные таблички и фонарные столбы с указателями, чтобы легче было ориентироваться на улицах курорта и без труда находить телеграф, рынки, театр и пляж. Такие указатели украсили не только центр города. Новые аншлаги украшают десяток зданий в городе. В минувшую субботу, 8 июня, в Анапе открыли сезон 2013. Большой праздник по времени и по масштабу. В 10 часов утра анапчане приветствовали гостей на нескольких праздничных площадках. Центральная улица Горького напоминала лучшие традиции итальянской Венеции. Много цветов и воды. Но у природы нет плохой погоды, если у людей праздничное настроение и сам праздник организован на высоком уровне. Вечером концертную программу продолжили творческие коллективы Анапы. И в городе засияли сразу два самых ярких солнца России. На южном летнем небе и традиционное на площади у здания администрации. Вечернюю программу открыли торжественно на театральной площади. Гостей анавчан приветствовал мэр Анапы Сергей Сергеев. По традиции каждый год курортный сезон в Анапе открывают звезды эстрады. В этом году кульминация праздника – концерт певицы Валерии и грандиозный фейерверк. Многие телезрители смотрели концерт в прямой трансляции нашего телеканала. И еще одно знаковое событие в день рождения России, которое запомнится и останется на памяти новчанам и гостям курорта. Это открытие стеллы парящего орла на горе по пути в Арваровку. Открыли памятный знак 12 июня в день России. И в тот же день, на несколько часов позже, Федерации зимнего плавания Кубани тоже отметили день рождения России – большим заплывом в акватории Черного моря в бухте Суко. Родине нужно здоровое поколение – девиз анапских моржей, поэтому заплыв они сделали на пляже Федерального детского центра смены, где больше всего купается детей. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Готовность пляжа Анапы к сезону. Специальная комиссия лично проверила каждый метр песчаного достояния курорта. Паранапа Сергей Сергеев набирает команду. Новые кадровые перестановки в администрации города. Большое совещание и обмен опытом. В Анапе прошла конференция Федеральной налоговой службы и службы судебных приставов России. Первое воскресенье июня – профессиональный праздник медработников. Накануне лучших представителей профессии поздравили в администрации города-курорта. Главное достояние нашего курорта – песчаные и кварцевые пляжи на Пионерском проспекте. Как содержатся пляжи, насколько они готовы к курортному сезону, проверяла расширенная комиссия. Составить депутаты, заместители мэра Анапы Юрий Поляков, сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу, специалисты ГИНС и Роспотребнадзора. Самая первая точка береговой линии пляжей Пионерского проспекта – приближенная к городу пансионат Анапченко. Вердикт – готов сразу пляж, не отвечая требованиям. Мы уже имеем понимание по Анапчанке, что там беспредел. Недочеты такие, как неряшливое содержание мусорных контейнеров, неправильная расстановка спасательных постов, отсутствие питьевой воды, неполная комплектация аптечек в медпунктах, неготовность к приему отдыхающих есть на пляжах территории здравниц, премьера, шахтерская слава, восход, зорианапы, приазовец. На пляже детского оздоровительного лагеря «Счастливое детство» уже сама вывеска говорит за себя. Проверяли все досконально, в том числе графики работы пляжей и записи в журналах спасателей и медпунктов. Кто на дежурство, кто спасатель, какие ЧП произошли, все сюда вносится. А кто разрешение дает на купание? Разрешение нам звонят, когда если что, и нам сообщают наши ответственники. Ну вот купали позавчера? Не позавчера, а вчера. Сообщили, что якобы тягом, вот, мы сразу вывесили черный шар и заплатили купание. В здравнице «Звездочка» спасательный пост в порядке, а вот по благоустройству замечание. Нарекания есть и к МУП АКУ, который должен убирать камку с пляжей. Проверяющие отметили, что на территории пляжей портят вид электрические столбы, которые стоят без всякой надобности. Тут же принимается решение. Надо будет послать человека, обкопать, посмотреть, бетон есть или нет. Если бетона нет, надо выдернуть. Больше всего нареканий вызвал санаторий «Россиянка». Один из самых крупных. Рассчитан на тысячу отдыхающих. Заехал уже больше половины, а пляж не готов до сих пор. Три года работаешь, удостоверение. Почему? Оно должно быть здесь у тебя. Позор при подготовке к курортному. Сколько времени вы давали, сколько говорили. Это одна из самых крупных здравниц. Навесы все оборваны, ставят теневые. Или это мода такая? Нет, чайка же должен был. Не, ну не готовы, не готовы. Вообще не готовы. Абсолютно. Два балла. Гимсом из 114 пляжей допущено к эксплуатации пока 77. Россиянка в числе штрафников. На таком пляже купаться нельзя. А вот положительные оценки получили пляжи здравниц Бемлюк, пограничник, отель Девиль, детский лагерь «Планета». Все компрессово абсолютно. Стаканчики разовые есть. Вода есть, стаканчики. Многим можно прийти и посмотреть. Самое главное, вот меня как бы удивило, не у всех есть. Огорожены зоны оккупания. У детских все. Тех объектов, которые мы осмотрели, которые соответствуют предъявляемым требованиям и нормам. Идеальный пляж – образец для остальных пансионата «Кристалл». Всегда у нас был один из лучших пляжей по оборудованию, по оснащению, по готовности, по времени подготовки – это пляж пансионата «Кристалл». Директор Димитру. Поэтому рекомендую обратить внимание. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Комиссия проверила более ста пляжей на Пионерском проспекте. Предписание отправят руководителям здравниц. А мы переходим к другим темам. Аллея «Рос без роз» – это как пляж без песка. С этим парадоксом в парке, располагающемся на въезде в город у фонтана, разбирался глава города Сергей Сергеев. Резко раскритиковав работу управления ЖКХ, тут же уволил начальника за невнимательность и нерасторопность в работе. Мусор на территории, переполненные урны, отсутствие лавочек для отдыха, да и общая бесхозяйственность говорит о неспособности некоторых чиновников организовать работу. Вадим Родин продолжит. Внешний вид парка вызвал недовольство руководителя города буквально с первых шагов. Мусор в урнах и вокруг не убран, и трава пробивается сквозь тротуарную плитку. Две лавочки для людей. Урн зато красивое жмешно, да? И я несколько раз ночью увидел, что здесь освещения нет совсем. Центральная аллея парка в запущенном состоянии. Здесь к месту поговорка, что чисто не там, где убирают, а где не ссорят. Но здесь и не убирали давно. Да и рост на клумбах одноименной аллеи должно быть явно больше. По всей видимости розы были еще, да? А выкопали, да? Ну не, выкопали, но мы должны что сделать? Подсадить. Подсадить, пополоть. Бросили заниматься чем? Ведь все это было. Удобно. Позиция сейчас какая? Все ждут, что же Сергеев сделает. Есть коммерческие объекты? Есть. Если их попросить, чтобы они каждое утро здесь убирали, согласятся? Мне кажется, да. Потому что мы им идем навстречу по разным вопросам. Он и розы здесь подсадит. Он будет смотреть. Наше дело просто помогать, контролировать. Нет. Никому не надо. Розы после цветения надо обрезать. Я не специалист, я не цветовод, но я знаю, что если их не обрезать, они превратятся в шиповник. Лавочки оказались в укромном уголке, вдали от посторонних глаз. Чем и кто на них занимается, одному богу известно. Мэру вместо стратегического управления курортом приходится заниматься мелочами, указывая подчиненным на беспорядок мусор и засохшие деревья. Сюда никто не заходил. Вы посмотрите, сколько окурков, посмотрите, неубранность вот эту всю и все-все-все остальное. Пойдемте назад, гляньте. Розы повыкапали, никто не подсаживал. У нас предпринимателей нет, с которыми мы могли договорные обязательства какие-то заключить и так далее. Значит, не считая сегодня заявления сейчас, через час мне на стол и все. А я вам начальника управления ЖКХ найду. Кроме вопросов по аллее РОС, есть у мэра вопросы и к организации работы в управлении ЖКХ. А я заехал сегодня в полдвенадцатого, вот они со мной были. Все на работе, все до единого по кабинетам. Один компьютер играет, другой книгу читает. А зачем им в город выходить? Они должны быть в городе, они должны бегать, прыгать, скакать, смотреть, где что бродить. Ну посмотрите, ну что это такое, а? Также стало известно, что уже практически поставлена точка в скандальной истории с отсыпкой русла реки Анапки строительным мусором. Судебный процесс выигран, кадастр на воде отменен. Осталось принять меры, чтобы захламляющий реку мусор был вывезен. Итог внепланового рейда главы города – увольнение начальника управления ЖКХ, а сотрудникам управления придется пересмотреть режим работы и больше следить за порядком на курорте. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. В мэрии города прошло второе заседание технического совета – привлечь инвестиции и упорядочить выделение земли. Такую задачу поставил мэр Анапа Сергей Сергеев и инициировал создание коллегиальной службы. Так инвестор, который выиграет конкурс на получение земельного участка, должен знать характеристику объекта, тщательно проверит технический совет. В техсовет входят специалисты администрации, архитектуры и руководители предприятий ЖКХ. Впервые мы подготовили заявки для получения технических условий и службам их раздали. И теперь надеемся, что в течение 15 рабочих дней, как предусмотрено постановлением губернатора, нами будут получены ответы. Что существенно приведет к сокращению сроков в целом по оформлению землеустроительного дела. Полку единороссов прибыло. В Анапе прошло очередное заседание партии «Единая Россия». Ряды анапской ячейки Всероссийской партии «Единая Россия» пополнились врачами, учителями, соцработниками и студентами. «Единая Россия» – самая крупная политическая сила в стране на сегодняшний день. По количеству сторонников и по принятым по ее инициативе законам. Нападки со стороны независимой прессы и блогеров секретарь полицовета считает обычными провокациями. И обращает внимание коллег по партии работать на благо анапчан, невзирая ни на что. Сейчас для партии очень сложное время. Только ленивый не пинает. Вы же видите, что творится, да? А по сути, по сути, ну у меня есть стопроцентная уверенность, что пройдет 10-15 лет, и мы будем вспоминать с ностальгией вот сегодняшнее время, если мы неправильные шаги будем делать дальше. Мэр Сергей Сергеев отметил положительную динамику присоединения активной части молодежи тех, кому предстоит строить будущее великой страны. Вступив в партию, молодежь начинает этот процесс уже сейчас. Большое совещание и обмен опытом. В Анапе прошла конференция Федеральной налоговой службы, службы судебных приставов России. Специалисты и руководители региональных служб отсудили, как можно улучшить взаимодействие между налоговыми работниками и судебными приставами. Подробности у Натальи Пухальской. Сотрудничество налоговой службы и судебных приставов в Анапе оценили невысоко. Формула работы нежизнеспособна, слишком много исков о взыскании, при этом странно мало поступлений денежных средств в бюджет. Отметили анапчан как самое слабое звено в системе Федеральной налоговой службы. Почему именно Южный федеральный округ? Ну, потому что у нас есть вопросы и есть мероприятия, есть предложения по совершенствованию этой работы. Поэтому мы бы хотели их обсудить с нашими коллегами, с налоговыми органами, так сказать, лицом к лицу. Мы надеемся, конечно, что Южный федеральный округ даст достаточное количество взысканий во все уровни бюджета путем нашей совместной работы. В Москве был случай. Судебный пристав оценил автомобиль марки «Бентли» в 300 тысяч, а через несколько дней исчез вместе с автомобилем должника. Работа и практика на первом месте. Часто налоговые служащие и судебные приставы грешат излишним бюрократизмом, закапываются в бумагах, страдает работа и снижаются показатели. А переходить на электронную систему документа оборота специалисты не спешат. К такой системе привыкли налоговые служащие и судебные приставы Республики Адыгеи. У комиссии возникли вопросы по работе. Выполнение планового задания тоже как бы очень и очень печально. И то, что вы делаете по 54-м этим уведомлением, насколько они действительно рабочие, и что на сегодняшний день, ну вот такое впечатление, что проспало Адыгеи первый квартал. Обмен опытом, сильные и слабые стороны практики, эффективные методы. Специалисты со всех районов Южного федерального округа обмениваются наработками и рекомендуют коллегам лучшие и действительно работающие. Специалисты на высшем уровне для себя эффективные методы работы выбрали. Вот мы с Татьяной Павловной, которая представляет здесь службу судебных приставов, периодически такие мероприятия проводим. Это выездное мероприятие, бывают мероприятия, которые дистанционные. У нас есть график подобного рода совещаний. Цель очень простая – повысить наш совместный показатель по взысканию денег в бюджет. Проведение таких мероприятий, на которых мы подводим итоги нашей совместной деятельности, очень полезно. И выезд в территорию, сбор именно территориальных органов в данном федеральном органе позволит поработать не только с крупными территориальными органами, но и услышать и проанализировать причины работы небольших территорий. Например, Адыгея в Южном федеральном округе, Калмыкия. Такие выездные мероприятия запланированы во всех субъектах Российской Федерации и проходят по графику. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Кратко о безопасности. С наступлением пожароопасного периода анапские пожарные усилили профилактическую работу среди населения. Особое внимание специалисты уделяют детским санаториям. Руководитель Центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина подробно рассказала, чего стоит опасаться и к чему надо быть готовыми. Вся надежда на педагогический состав. Их задача ни на секунду не оставлять детей без присмотра. Программа их пребывания в ваших здравниках должна быть разработана с утра и до отбоя. Есть такие случаи. Дети спрятались в машине. Другой мальчик, который их искал, взял поджог бензобак. Казалось бы, ну это вообще вопиющий такой случай. Нигде не был зарегистрирован, но у нас в Краснодарском крае такой случай есть. Особое внимание на использование детьми электроприборов, чайников, кипятильников и вентиляторов. Именно они очень часто становились причинами крупных пожаров. Целую галерею виновников пожаров продемонстрировали руководителям детских лагерей. Провели технику безопасности, инструктаж по использованию огнетушителей и акцентировали внимание на обязательное проведение учений по эвакуации детей из помещений. Продолжаем выпуск. Первое воскресенье июня – профессиональный праздник медработников. Накануне лучших представителей профессии поздравили в городском театре. На торжестве по случаю праздника Дня медицинского работника побывала и наша съемочная группа. В День славы тех, кто служит Гиппократу, поздравлениями и словами благодарности одаривали врачей, медицинских сестер, санитарок, чей профессионализм в сочетании с милосердием возвращают к жизни и сохраняют здоровье анапчан и гостей курорта. В учреждениях здравоохранения Анапы трудятся заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения Кубани, отличники здравоохранения и кандидаты медицинских наук. Реализуется программа модернизации и приоритетный национальный проект здоровья. В этом году выделено немало средств из краевого и местного бюджетов на улучшение работы городских и районных больниц, поставку медоборудования, повышение квалификации персонала. Пополнился новыми автомобилями и автопарк скорой помощи. Вчера было ровно полгода, как я начал склонять обязанности главы муниципального образования. За это время в ваша адрес ко мне не поступило ни одной объективы, даже на мой взгляд жалобы на ваш труд. Это показатель. Это серьезный показатель вашей работы. В этот день я хочу пожелать вам всем здоровья, семейного благополучия, достатка в ваших семьях. Хочу пожелать, чтобы у вас были только благодарные пациенты. В здравоохранении Анапы невозможно представить без курортной медицины. Как отметила заслуженный врач Российской Федерации Вера Севрякова, сначала пациент получает помощь в больницах и поликлиниках, а далее реабилитацию проходит в здравницах курорта. В медицину 99% идут люди милосердные, люди с огоньком, с энергией, для которой в пессонные ночи, в операционной, либо же дома, когда ты думаешь о войне, это главное, это твоя жизнь, это твоя работа. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, почетной грамотой Департамента здравоохранения Краснодарского края награжден заведующий отделением дневного пребывания городской больницы врач-хирург Сергей Семыкин. Благодарностью руководителя Департамента здравоохранения края были отмечены медработники горбольницы Елена Ганина, Татьяна Кузема, Медея Манилова и Марина Пилипенко. Десять человек удостоились почетной грамоты главы города-курорта. Главным механизмом медицины Анапы является управление здравоохранения, которое возглавляет Вячеслав Ушаков. Аппарат управления всего семь человек, но именно этим людям приходится координировать всю работу муниципальных медицинских учреждений, работать с вышестоящими органами управления. Получили очень серьезное оборудование для травмцентра, получили оборудование для второго этапа выхаживания недоношенных детской больницы, закончили ремонт детской больницы. Более 40 миллионов рублей на эти цели выделено было краевым бюджетом. Люди в белых халатах несут на своих плечах непомерный груз людских страданий и своей профессиональной ответственности. Ведь совершенно справедливо сказано, что все профессии зависят от людей и только три от Бога – судить, учить и лечить. Светлана Арилова, Алексей Мухортов, Игорь Кушаков, Анапа.Регион. После большого праздника, открытия летнего сезона, жители Субсевского сельского округа тоже встретили лето. По-своему. Смотрим сюжет. 9 июня пляж Федерального детского центра «Смена» превратился в большую сценическую площадку. Открытие летнего сезона – всегда долгожданное событие. Всех сегодня хочется поздравить с открытием курортного сезона, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и мира на нашей земле. Администрация Субсевского округа подготовила насыщенную культурную программу для жителей и гостей курорта. Самые активные участники праздника – дети. Для них сегодня игры, танцы и бесплатные сладости. Нам понравился праздник. В принципе, как и всегда, в хорошем ритме проходит. Интересно. Да, Яка? Заворожил зрителей своей хореографией шоу «Балет Югра». Ребята – чемпионы мира по шоу-танцам. Это сочетание современности и классики танца. Путешествием в историю стало тетрализованное представление первой подвиги короля Артура. Настоящие рыцари вдохновили даже самых серьезных зрителей. Солнечное настроение и экзотику в программу внесли артисты туристического комплекса «Африканская деревня». Праздник вообще шикарный. Шли, не ожидали, просто хотели погулять, а увидели тут такое праздничное. Самурай, гейши, сумо, вообще просто красота. В завершении праздника каждому зрителю достался кусочек лета, солнца и позитива. Организаторы приготовили огромный торт, который символизирует лето. Новый курортный сезон 2013 открыт. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме и в центре города. Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Субботу 15 июня в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь. Температура воздуха днем 22-24, ночью до 20 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура морской воды в Черном море – 22 градуса со знаком «плюс». В воскресенье 16 июня в Анапе будет облачно и дождливо. Температура воздуха в дневные часы 22-24, ночью около 21 градуса по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – около 22 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова